Здравствуйте, дорогие друзья, я Сергей Балакирев, и мы продолжаем курс по языку C. На этом занятии поговорим об областях видимости переменных. О чем здесь речь? Смотрите, переменные в программе можно объявлять как внутри функций, так и за их пределами, то есть вне каких-либо функций. И вот эти вот переменные ведут себя по-разному. На этом занятии мы как раз и посмотрим, в чем их отличие. И давайте начнем вот с этих вот внутренних переменных. Когда мы с вами рассматривали функции, то видели, что параметры и переменные объявленные непосредственно внутри тела функции создаются в стековом фрейме, в момент ее вызова. А при завершении функции память с блоком ее данных как бы исчезает. А значит пропадает и все значения переменных, связанных с работой этой функции. То есть получается, что параметры и переменные, объявленные внутри тела функции, существуют только в момент вызова этой функции и пропадают после ее завершения. Про такие переменные говорят, что они имеют область видимости в пределах функции и являются автоматическими. То есть автоматически создаются и автоматически уничтожаются. Кроме того, все переменные с ограниченной областью видимости, вот такой вот ограниченной областью видимости, называются локальными. Давайте детальнее посмотрим на поведение локальных переменных. Вот здесь вот у нас в программе она уже существует и называется varmain. Эта перемена не инициализирована никаким начальным значением. И спрашивается, чему она будет равна. В общем случае мы не можем ответить на этот вопрос, потому что переменная с именем varmain будет размещена в некоторой области памяти стеклофрейма и принимает значение из тех данных, которые будут находиться в ячейках этой переменной. Попросту говоря, значение переменной varmain неопределенное. И мы в этом с вами можем легко убедиться. Если выведем значение этой переменной, скажем, с помощью функции printf. Значит здесь будет %d, slashn и varmain. Запустим эту программу и у меня получается вот такое вот значение. И так обстоит дело со всеми локальными переменами, объявленными внутри тела функции. Все они размещаются в стековом фрейме и принимают начальные неопределенные значения. Также нужно помнить, что вот этот стековый фрейм создается в момент запуска программы и как правило имеет фиксированный ограниченный размер. Это накладывает определенные ограничения на нас, как программистов. Потому что локальные перемены не должны занимать слишком много места в памяти. В частности, объявлять внутри функции массив больших размеров далеко не лучшая практика. Например, если мы вот здесь объявим некую переменную, то есть массив, состоящий из 100 тысяч переменок типа double, то он сразу в стековом фрейме будет занимать 800 тысяч байт. И это немало. Потому что если мы добавим вот здесь вот хотя бы еще один ноль, то в моем случае программа сразу завершится аварийной. Видите, код ошибки вот такой вот отличный от нуля. Если один ноль убрать и оставить 100 тысяч, этого пока хватает. То есть запускаем, получается ноль. Но уже при миллионе значений программа вылетает. И все из-за того, что размер стекового фрейма вот этого вот ограничен. Отсюда получаем важный вывод, что логику программы следует продумывать так, чтобы все локальные перемены играли служебную вспомогательную роль. Они содержали большие объемы данных, подменяя собой базу данных. Несколько иная картина вырисовывается для переменок, объявленных вне каких-либо функций. Если мы, например, перенесем вот эту вот перемену bigR за предел функции main и запустим программу, то она выполнится и завершится без ошибок. Тогда как локальный вот такой вот массив, как я только что вам показывал, приводит к ошибке из-за переполнения стекового фрейма. С чем такое поведение связано? Смотрите. Все перемены из внешнего блока размещаются либо в секции bss, если не инициализированы начальными значениями, либо в секции data, если начальная инициализация присутствует. И эти секции формируются в момент загрузки программы и размещаются непосредственно в оперативной памяти устройства. То есть их размер ограничивается только доступной памятью компьютера. И при этом они никак не связаны со стековым фреймом. Поэтому вот этот массив bigR совершенно спокойно размещается в памяти устройства и не мешает работе программы. Причем перемены, размещенные в секциях bss и data, появляются в момент загрузки программы и существуют на всем протяжении работы. В частности, это означает, что область видимости этих переменок не ограничена, и их можно совершенно спокойно использовать в любом месте программы, как минимум в пределах текущего файла. Про такие перемены говорят, что они имеют глобальную область видимости. Или просто глобальная. Причем вот эта вот секция bss после размещения в памяти автоматически заполняется нулями. В результате все глобальные перемены, которые не имеют инициализацию, принимают нулевые начальные значения. И в этом мы можем быть уверены. О значении переменок секции data формируется в результате загрузки в нее данных из исполняемого файла. Да, содержимое всех переменок этой секции содержится непосредственно в файле программы, которая загружается вот в эту секцию data в момент загрузки программы. С одной стороны, это очень удобно, потому что начальные значения инициализируются очень быстро. Но с другой стороны, такие перемены можно инициализировать только константными величинами и соответствующими выражениями. Например, так. Вот здесь вот у нас идет константа. Так делать можно. Далее предположим, что идет объявление вот такой вот целочисленной глобальной переменной с именем globalvar1, которая инициализирована числовым литералом. Или можем сделать так. Перемены globalvar2, далее числовой литерал, то есть константа, умножаем на другую константу. Так тоже можно делать. Или можем прописать следующим образом. Пусть это будет globalvar3. И мы воспользуемся такой вот операцией sizeof для того, чтобы определить размер того или иного массива. Ну и прибавим еще единичку. Вот этот вот sizeof при инициализации глобальных переменах тоже можно использовать. А вот, например, использовать перемены недопустимо. Если мы напишем вот так вот globalvar4, допустим, и присвоим значение вот этой вот переменной globalvar1, то у нас здесь будет ошибка. Если мы попытаемся откомпилировать программу, то как раз компилятор об этом сообщит, что вот здесь вот мы инициализируем неконстантным значением. А если вот эту вот строчку поставим в комментарии и откомпилируем программу, тогда никаких ошибок у нас не будет. Хотя, если вот эту перемену globalvar1 объявить с ключевым словом const, вот таким вот образом, тогда ошибок никаких не будет, и так можно делать. Запускаем программу, компилируем, и она выполняется. Несколько иначе обстоит дело с инициализацией вот этих вот локальных переменах. Так как они формируются в процессе работы программы, а не при ее загрузке, то их начальное значение можно определять любыми допустимыми выражениями из-за косе. Ну, например, вот таким вот образом. Некой переменной a мы можем присвоить вот такое константное значение 1, или взять переменную b, которая будет равна переменной a, умноженной на 2, плюс, давайте возьмем глобальную переменную globalvar2, прибавим вот сюда вот, затем объявим еще какую-нибудь переменную, допустим, с именем size, и присвоим значение глобальной переменной globalvar3, умноженной на 10. То есть все эти варианты вполне допустимы. Если мы откомпилируем программу, то никаких ошибок не будет, она запустится, и все работает. То есть, как видите, вот здесь вот при инициализации можно использовать обычные перемены, в том числе и глобальные. И сразу отмечу, что использование глобальных переменах при реализации логики программы, это очень плохая практика. Это связано с тем, что значение таких переменах можно менять в любом месте программы, в любой функции текущего файла. Из-за этого поведение функции, использующей глобальные перемены, становится непредсказуемым, а ошибки, к которым они могут приводить, трудно отслеживаемые. Поэтому в практике программирования на ZTC, и то же самое касается языка C++, глобальные перемены используются, как правило, для определения набора констант, числовых или строковых, и не более того. Очень редко имеет смысл объявлять переменную как глобальную, и работать с ней именно как с переменной. Возможно, здесь у вас возникнет вопрос, а как тогда нам в программе хранить данные большого размера, если для этого не стоит использовать стековый фрейм, то есть вот эти вот локальные переменные и глобальные переменные. На самом деле, для таких целей, когда данные занимают от нескольких сот килобайт и более, лучше самостоятельно выделять нужный объем памяти, а затем освобождать ее. Это можно сделать с помощью таких вот функций, которые называются mal-cafree, о которых мы еще будем говорить. А пока главное запомнить, что обычные перемены для представления больших данных лучше не использовать.